Привет, красотка! Как ты помнишь, совсем недавно на моем канале выходило видео о бьюти-антитрендах, и вы очень активно в опросе из этого видео голосовали за то, чтобы я сняла видео не только о бьюти-антитрендах, а об антитрендах вообще в принципе. Это может быть и одежда, и маникюр, и прически. Короче говоря, тоже типа бьюти-антитренды, но пошире тема. Не знаю, стоит ли повторяться, что я не стилист, что особо за модой не слежу. Вообще девиз по жизни, который я в себе несу и вам транслирую тоже, это что в первую очередь любой тренд или не тренд, в общем, любой выбор одежды, маникюра, макияжа должен нравиться тебе самой. То есть просто перенимать все тренды, которые только есть, мне кажется, это немного даже скучно, немного сумасшедше, и так можно потерять себя. Так что если вам эта тема интересна, если вам интересно мое мнение на этот счет, то оставайтесь на этом видео. Первым блоком выделим одежду, и номер один антидренд для меня это зауженные джинсы или зауженные штаны, брюки, хоть что зауженные, так еще и на низкой талии. Это вот, наверное, два такие вот момента. А нет, еще если там будут дырки. Класс. На смену таким зауженным, обтягивающим джинсам и брюками штанам пришли маммс джинс, джинсы на завышенной талии, джинсы, которые сидят достаточно свободно и не обтягивают и не выделяют ничего, но тем самым очень гармонично, мне кажется, подчеркивают женскую фигуру. Ну а насчет дырок это как бы отдельный уже разговор, на самом деле смотря какие дырки. Для меня супер антидренд это если просто взять обычные джинсы и вот на коленках чисто вот две такие прорези на обеих. И когда на джинсах очень много дырок, вот прям чересчур, потому что, знаете, коленка, она аж вываливается, как бы, или ляжка. То есть непонятно вообще, это в джинсах, в шортах или это юбка, что такое, непонятно. Если это, в принципе, какие-то аккуратные потертости, дырочки, ну, то может быть. Также, что абсолютно, как мне кажется, не приветствуется и немножечко кажется уже странным, это сочетание аксессуаров и одежды. И одежда, в принципе, между собой как бы тон в тон. То есть, допустим, это обувь-сумка. Раньше это прям супер было важно. Я прям помню, это один из важных вопросов. А с чем мне, допустим, носить эту обувь, если у меня нет подходящей там сумки, например, или подходящих аксессуаров? Если вы будете в себе сочетать 10 разных цветов, там, не знаю, все они будут очень яркие и абсолютно никак друг с другом не гармонировать, это тоже не есть хорошо. Но и в то же время лодочки, например, подбирать тон в тон к вашей дамской сумочке как-то уже, мне кажется, не надо. Ну что же, так как мы задели тему аксессуаров, давайте перейдем к самому антитрендовому аксессуару, как мне кажется, на этот период, на этот год, на эту жизнь. Это чокеры. Они очень активно ворвались в тысячи... в тысячи... нет, в 2015 году примерно, как мне кажется. Просто великое множество чокеров можно было встретить в различных магазинах бижутерии, аксессуаров. Ассессуаров. Они даже продавались с сетами, там, по 3-7 штук. Их активно совмещали и с деловыми платьями, и со спортивным стилем, но, как мне кажется, сейчас они уже прощаются с нами, и нам с ними тоже нужно попрощаться. Маникюр. Что можно сказать о маникюре? Как по мне, так это овальная форма, которая гармонично смотрится только, мне кажется, на бабушках, либо на женщинах. Вот я прям вижу вот эту овальную форму, какой-нибудь такой розоватый персиковый цвет, и такие вот уже пожилые ручки. А молодые девушки предпочитают сейчас форму миндаль. Затем форму... Как она называется-то? Я забыла, как называется эта модная форма. Если я ее найду в интернете, я сюда вставлю. В общем, это почти миндаль, когда ноготь достаточно длинный должен быть, он идет вот так вот, а здесь вот такой вот потом чик-чик срез. Я не могу принять пока что эту форму общего внимания. Мне не очень она нравится, не очень, мне кажется, она вообще носибельна. Кстати, у меня недавно красотке была возможность пообщаться с лидерами мнений, так сказать, в этой области. Это сестры Галамаздины, соосновательницы бренда Valve Stories. Если вы не знакомы с этим брендом, вообще с девочками, то очень рада, что я вас познакомлю с ними. Они родом, кстати, из Екатеринбурга, но на самом деле проживают в Москве. И вот недавно мне посчастливилось с ними встретиться в городе Екатеринбурге, в их магазине здесь, и задать им несколько вопросов как раз-таки по антитрендам, либо по трендам. Так что я сюда сейчас вставлю наш разговор. Я думаю, что он будет как раз-таки в тему, будет полезен вам. Мне было очень интересно, что как раз-таки думают о моде, что могут посоветовать профессионалы в этом деле. Люди, которые действительно знают толк, которые создают стиль, стиль, который нравится множеству женщин и девушек. Так что давайте смотреть. Девочки, сегодня я с девочками. Это Марина и Ирина, сестры Галамаздины, безумно классные девчонки и соосновательницы бренда Valve Stories. Я сейчас нахожусь в их магазине. И у меня просто невероятная возможность поинтересоваться у девочек вопросами стиля. Тем более, что у меня как раз видео будет на тему, приближенную к этому. И так как у меня такие лидеры мнений в этом вопросе рядом со мной, я, конечно же, не могу не спросить. Что спросить? Не надо еще. Какие пять универсальных вещей можно назвать, что вот прям ты пошел, купил и на неделю хоть в Париж, хоть в Токио, хоть в Саратов поехал и будешь всегда комбинировать все круто и оно будет сочетаться? Давайте. Ну, это джинсы. Мне кажется, это самая незаменимая вещь в гардеробе, в любом гардеробе. Не важно, какие они цветом. Голубые, синие, белые. Это кеды. Третья вещь, это что-то из верхней одежды, я бы выбрала тренч классического цвета кэму. Обязательно выбрала бы футболку, желательно белого цвета, она подходит совершенно под все. А я бы добавила сюда еще рубашку, вот такую, как на мне, обычную классическую из зеленых шедвей. Голубую и белую. У меня ровно такие дома есть. Голубая и белая. И мне кажется, это просто, ну, на все случаи жизни, да ведь? Да, да, сто процентов. Хоть как. Как вы относитесь к моде? Должна ли мода диктовать полностью ваш стиль, или это больше такая культура, веяние, и ты должен фильтровать все это, через себя проносить? Вот на самом деле я такое пропагандирую на своем канале, что не все, что модно, нужно в себя пихать и использовать. То есть, если тебе не нравится, то, блин, ну, не обязательно носить то, что супермодно сейчас и на показах. Ну, мы тоже самое считаем, что тенденции, их очень много, они в большом количестве. И не нужно пялить на себя, девочки, все тренды подряд. Совмещать все марки или носить тотал вуки не обязательно. Концепция нашей марки, вилл сторис, ориентирована на тенденции. Но мы выбираем только те тенденции, которые близки нам. Поэтому наш совет выбирать те тенденции, которые близки вам. У меня как раз видео про антитренды. Вот как вы думаете, существуют ли они вообще сейчас? Вот что вы назвали бы антитрендом в стиле? Антитренд для меня сейчас это пальто с толстовкой и с капюшоном. Девочки, хватит так ходить уже вот просто вот так. Это слишком. Это очень много. Такой поток, ты иногда думаешь, что люди все одинаковы. Поэтому, девчонки, прежде чем повторять тотально, подумайте, может быть, у вас есть все-таки свой индивидуальный стиль. Это очень важно, мне кажется. На самом деле, мне очень близка точка зрения девочек о том, что тренды и мода это не всегда то, чему нужно следовать. И в первую очередь нужно отталкиваться от своего видения, от своих вкусов. Даже вот если я сейчас вам говорила, там чокеры или джинсы с дырками, это не актуально. Блин, если вам нравится, если ваша душа к этому так сильно лежит, что вы чувствуете себя самой красивой и самой лучшей вообще в этом наряде, почему нет? Почему солнце ушло, например? Вот этот вопрос очень важный. Также интересно такой блок задеть причесок и покраски, наверное. Как мне кажется, такой вид окрашивания, как милирование и вот окрашивание по прядям, оно уже немножечко не актуально. В последние годы, как мне кажется, завоевывают внимание такие техники, как балаяж, амбре. А, кстати, еще такой момент вспомнила. Это вот недавно прям тренд был. Колготки в сетку и джинсы. Вот. По-моему, это худшее сочетание в жизни, которое я только видела из двух видов какой-то ткани между собой. Мне это не нравилось ни тогда, когда это вошло в моду, ни сейчас, как мне кажется, это стало отходить. Кстати, вы замечали, что обычно, если что-то резко вырывается, если резко становится повсеместно модным, например, таким, как сейчас поясные сумки, то потом это резко перестает быть актуальным. Глаза очень сильно приедаются и кажется, что это просто одно из самых худших, что ты только видел. Хотя недавно это носили повсеместно и все. Поэтому, красотки, я еще раз напоминаю, что мода это настолько переменчивое явление, если постоянно следить за вот этими нововведениями, а они где-то каждый сезон, собственно, проявляются. То есть это 4 раза в год, вам нужно полностью менять свой гардероб вообще. Можно с ума сойти, если за всем этим следить. Лучше следить за тем, чтобы вещь была выглажена, постирана, вам шла, вам была к лицу и вам нравилось. Но, тем не менее, мне пришло в голову снять это видео, тем более, что была у меня такая возможность невероятно здорово сказать со сестрами голомазинами, и я просто не могла не показать вам нашу беседу. Так что, если вам видео понравилось, было интересно, полезно, то ставьте пальчики вверх. Если нет, то ставьте пальчики вниз. Ну что ж, а сейчас видео-вопрос из Инстаграма. Привет! Я бы хотела спросить, как делать правильный макияж с использованием розовых теней? Очень классный вопрос, спасибо большое за него Алине. На самом деле, очень многие боятся розовых, красных, бордовых оттенков в макияже глаз. Как вы видите, сегодня у меня розовые стрелки, да. Потому что, на самом деле, нужно придерживаться нескольких простых правил, и тогда макияж будет выигрышно смотреться. Во-первых, конечно же, без подготовленного лица, то есть без единого тона на самом лице, красные и розовые оттенки будут смотреться очень плохо. То есть для этого нам нужно обязательно выровнять наше лицо. Это может быть либо бибикрем, либо тональник, консилер, пудра, как хотите. То есть не обязательно делать супермаску, но просто тон выровнять немножечко все-таки нужно. Также я не рекомендую наносить только, допустим, розовый, только красный на все подвижное веко. Если вы все-таки выделите складочку века и внешний уголок глаза чем-то более темным, то есть, допустим, темно-коричневым или светло-коричневым, но чтобы этот оттенок был определенно темнее, чем тот, который вы наносите на серединку глаза. Если вы добавите немножечко румян примерно в тон на яблочке щек, это будет просто замечательно гармонировать с вашим макияжем глаз. И обязательно в макияже с красными глазами, с розовыми глазами должна быть тушь. Причем тушь хорошим таким слоем, иначе можно получить эффект больных глаз, эффект, в принципе, больного выражения лица. Спасибо большое за вопрос. Если ты, красотка, хочешь оказаться в моем видео, то обязательно задавай мне видео, вопрос точно так же в моем инстаграм. Здесь будет аккаунт. Присылай мне в директ, и обязательно попадешь в мое новое видео. Ну, а я вас, красотки, очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока-пока.